Тури-тури-тури-ту! Ну а мы продолжаем свою рубрику «Надпись на песке». И сегодня надпись на песке для самой любимой и прекрасной дочери Миланы от её папы Руслана Петрова. По традиции, красивый вид для самой милой и любимой дочери Миланы от её папы Руслана Петрова. Милана, папа тебя очень сильно любит. Смотрим наспись для Миланы. Миланочка, я тебя очень люблю. Твой папа. Нихуя. Охуеть. Вот так встречают белых. Что-то Катя в ванну ушла и пропала. Пойдёмте посмотрим, что она делает. Ау! Тарям! Блядь, а где она? Одежда здесь. Катенька испарилась. Ебать колотить. Утренняя история от одуванчика. Ну что, мы проснулись. А отели же мы бронируем каждый день. Знаете, продлеваемся. И знаете, что сегодня получилось? Я... Раз бронировать, а отели не бронируются. В общем, мы остались без жилья на острове Фукуок. Катьку отправил в магазин. Но я-то не хожу, я постарше. Можно заразу подцепить. А она молодая, иммунитет сильный. Так она у нас вовсюду ходит. Так что сейчас позавтракаем и будем думать, что делать. А в Таиланде-то знаете, какая ситуация? Там же до хера народу-то осталось. Ну и вот, государство тайское им разрешило продлить визы на месяц. Как бы вообще нельзя. Вообще можно было раньше на 7 дней. А в связи с такой ситуацией на месяц тайские власти разрешили продлить визу. А русское посольство людям, русским не даёт. Там нужна определённая справка. И русское посольство не даёт справок русским людям, чтобы те смогли продлиться на месяц. И всем людям приходится либо билеты искать по 200 тысяч, либо в тюрьму садиться на год, либо просто забивать на визы и ждать дальнейшего развития. Чего? Дел. Ну всё, я жду завтрак и будем думать, куда жить идти. Да, у меня электронный ключ. Жильё дорожает, представляете? Должно дешеветь, а оно дорожает в два раза. С завтрашнего дня. Так что завтра мы... Или сегодня? Ну не важно, когда-то мы сматываем отсюда. А то здесь слишком хорошо. Ну да, удивительно. Почему? В принципе, народу у тебя нет. Остров пустой. Валерий был 15 лет в Вьетнамске. А, 15 вьетнамцев было? А ты думаешь, что вьетнамцы начали? Да, и ты не поднялся сразу. Так а где? Вон всё пустое, смотрите. У вас-то как дела? Как происходит ваша самоизоляция? Расскажите в комментариях. Кто чем занимается? Мы-то вон проснулись. Съели по пудербродику. И идём поплавать. И написать надписи на писте. Так что... О, поглядите, вообще глушняк. Вот читаю комменты дебилов там разных. Знаете, иди в посольство, вас спасут. Вы что, долбоёбы? Вы где живёте? При звонке в посольство вам говорят. Ты гражданин русский. Как же, блядь? Зачем выехал? А, это потому что, что вчера... Да, да, да. Зачем вы выехали, несмотря на все предупреждения государства? Теперь вы играете сами. А мы говорим, мы не выехали. Мы вот, блядь, хотим выехать. А билеты по 200 тысяч мы не можем покупать. Займите у родителей. Мы вам ничем помочь не можем. Мы и так организовали прямые вылеты аэрофлотом. А билеты прямые аэрофлотом стоят по 200 тысяч. А вы пишите, сходи, поклонись посольство, спасут. Никто никого не спасёт. И запомните вы раз и навсегда. Кроме родителей вы нахуй никому не нужны. Вот и всё. Мне кажется, вот так. Так что перестаньте писать всякую ерунду. А лучше затяните тысячонку. Это будет ваша лучшая помощь в нынешней ситуации. Вот так. Алёна, привет. Знаете, хочу вам, наверное, объяснить. А то очень много не особо умных людей у нас на канале, да и вообще на ютубе и по заграницам сейчас сидят, и которые начинают нелестно отзываться о нашем государстве, а именно об авиакомпании Аэрофлот. Все же сейчас знаете, да, какая ситуация. Там вывозят наших российских людей, которые смогли отдохнуть, хоть и недолго, вывозят в Россию. И на данный момент билеты из Азии стоят по 200 тысяч рублей. Ну и вот все, которые бездельники, живут здесь за границей и ничего не делают, начали визжать. Ой, как дорого, аэрофлот скоты, государство помочь не хочет. А я вам хочу объяснить, почему билеты такие дорогие. Мало, наверное, кто догадывается. Ты, Катенька, догадываешься? Потому что самолет пустой. Чего пустой? Ну, типа, в одну сторону идти. Не, ну, так он раньше в одну сторону за 15 тысяч летел. Если бы даже был пустой, то билет должен был бы стоить 30-40 тысяч. Не думали, да? А вы все думаете, что вас государство наебывает. На самом деле, спасибо нашему государству, что они вообще посылают самолеты. Они бы могли забыть про нас, и все. А цены стоят 200 тысяч рублей. Это не с тем, что на вас хочет аэрофлот навариться или государство. Это принимающая сторона. То есть, в моем случае, это Вьетнам такой ценник нашему государству и авиакомпании ставит в 200 тысяч. Понимаете? Наше-то государство бы вас и бесплатно бы всех вывезло. За то, что да, возможность, вообще за эту возможность. Понимаешь? То есть, они платят уже за стоянку самолет. Ну, блядь, это уже там авионика, короче. Так что знайте, что это вас государство не кинуло. Они реально делают для нас все возможное. Все. Трям. Люблю свою родину. Бля, нету тысячи ни у кого, а. Ну, так, чисто. Наперекусить. Все. Ромка Фадеев. Отдельный трям. Артура Пирожков. Отдельный поклон. Аса Щербаев. Чпоньк. Ну, все. С локтя. С локтя. Откачки. Трям. Друзья мои, вы меня многие спрашиваете в инстаграме, в комментариях под видео. Юра, Юра, а почему Катенька пообещала снять 21 видео, а сняла всего 5? Так вот, я у нее и хочу спросить. Катенька, ответь нам на вопрос, почему ты не справилась с таким легким заданием? Ведь так у тебя хорошо получалось. Теперь на себя камеру и отвечай. Я не сняла 21 видео, потому что я безталантливая. Да почему я не сняла 21 видео? Потому что нехер снимать. Что снимать? Для тебя смотри. Что мне снимать? Что мне снимать? А ты думаешь, нет? А, ты считаешь 5 видео, это вот старание. А что потом произошло? В смысле? У тебя срыв какой-то был. Ну вот. Я хочу еще срыв, думаешь? Нет, не хочу. А, то есть это из-за того, что я тебя довел до срыва, а так тебе вроде это... Или тебе это нахуй не нужно? Ну, мне вроде бы так-то интересно, но я не знаю, что снимать. Ага. Понятно. Ну, ладно. Трям. Трям. Знаете, из-за чего я довела Мосина, короче, вот такая история, я как только камеру в руки беру, вот так, как сейчас стою, он сразу такой, есть что сказать? Да ко мне, не волнуй, нехуй вам сказать, ничего не происходит. Голодаем все, пережидаем, думаем. Моя голодная пуза спалила. Что ты думаешь, что ли? Тинькофф Банк. Что? Любимым помогаем на дистанции. О, еще одни поможем. А ты как считаешь, наше государство реально нам помогает? Я считаю, что поможет только умереть тут побыстрее. Ага. Тоже неожиданно, знаете, что, знаете, ваше родное посольство, ваше родное рети, блядь, какой рети? Рети. Реки, Россия. Россия. И так настроено плохо. Я вот считаю, должны вот государство купить нам по билету в бизнес-класс. Так они купят? Купят? Купят, а потом ты кредит оплатишь. В долг, так они даже в долг не дают. Очень много желающих убежать. Все, минута. Не космонавт ты, Юрка, не космонавт, от хуя шкурка и алконавт. Ты, сволочи, распутник, скотина и еблан, тебе до жопы спутник и космолет буран. Я шлю тебе проклятия, тупой дебил, ты космос, как понятие, только курил. А вот Гагарин Юрка был мега-крут. Он бы тебя, придурка, убил бы нахуй тут.